Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитете и поговорим о рабочих, личных отношениях с турками, как они это миксуют, про личные границы, которые нарушаются, как они это могут использовать. Сегодня мы надо будет про менталитет. Это и для туристов, кто планирует ехать в Турцию, вообще впервые, условно, да, про торг, базар и так далее, и про людей, кто использует, скажем так, кто работает с турками. То есть это может быть где-то не только в Турции быть за границей, это про менталитет, который в них есть, и манеры некие поведения людей, что обусловлено их культурой и воспитанием. Вот смотрите, что такое, хочется какую тему поднять, потому что очень часто турки в своих бизнес-рабочих моментах, они используют личные связи. Здесь очень часто сват, брат, по рекомендации, по блату, по совету какому-то, и эти связи очень любят использовать в работе и в бизнесе. Для тех, кто именно работает с турками или начинает работать, или в турецкую компанию приходит, могу предположить, что такое может быть с вами произойти. То есть будьте готовы к такому развитию ситуации, когда вас какой-то коллега или не обязательно это мужчина, это может быть женщина, вас могут пригласить на какую-то встречу вне работы и прямо отметить. Это не по работе, это дружеское, пообщаться, там еще что-то, или там ты мне понравилась, парень может какие-то знаки внимания проявлять там помимо работы, да, какие-то такие, как к противоположному полу и тому подобное. Вы идете на эту встречу, приятно, например, общаетесь, это не обязательно там вам кино, вино домино, там любовь какая-то. Ну, короче, вам дается ощущение после этой встречи, что вы нужный человек, что у вас есть какая-то связь больше, чем просто рабочая. Могут быть фразы, ты можешь всегда на меня положиться, если что, обращайся, классно провели время, хорошо посидели, попили там, не знаю, пообщались, поболтали, что вы там делали, да, может сходить еще раз как-то на свидание и так далее. И потом со временем эта связь может немножко подзависнуть, нет развития, вроде бы как на свидание сходили, говорил, что это не по работе, а на новое не приглашает свидание, или там многое как-то отмазывается, на контакт не выходит, редко смс-ки пишет и что-то такое, а по работе, типа, он всегда вот рядышком. Вот в таких моментах, если такие признаки есть, я вам сразу скажу, этот контакт будет заложен для использования в рабочих отношениях, то есть за травочкой, не то, что обманщик, двуличный, это некое использование, это часть менталитета, здесь у всех так происходит. Какие-то ситуации, где этот человек, который вас пригласил, он может вам помочь решить какую-то проблему, какую-то задачу, вопрос, короче говоря, что-то вам сделать для вас. Но это, знаете, всегда первый шаг, если у него цель использования этого контакта в рабочих, скажем так, чатах, да, в рабочей какой-то сфере для бизнеса, для работы, для себя, помогая вам, он притягивает к себе, привязываясь, чтобы у вас было чувство долга, обязанности что-то сделать в ответ. То есть ждите, этот человек когда-то придет с какой-то просьбой, скорее всего, по работе к вам. И когда вы имеете вот эту эмоциональную привязку, что у нас же больше контакта, чем помимо работы, еще личное что-то есть, просто даже дружеские, не обязательно про отношения. Ну как я ему откажу, если мне даже неудобно, это, например, сделка какая-то, или еще какой-то торг, скидку просит, там, объем продажи, что-то не важно, да. То есть что-то, ну, я могу для друга-то сделать, да, вот на это и рассчитано, чтобы в том моменте, когда вам неудобно, дискомфорт или что-то не нравится, вы уступили и сделали так, как вам не хочется. Это прямая манипуляция. Я не говорю о том, что не может быть рабочих каких-то романов, отношений, всех обязательно все используют, нет. Просто вы обратите внимание, если у вас такая была встреча, и вас пригласил молодой человек, и давал почувствовать, там, не забрал за руку, пытался как-то обнять, все какие-то знаки внимания, даже вас поцеловал, говорил о следующей встрече, но она не произошла. Вот после этой встречи, какое правильное его поведение будет, если это про отношения? Он четко должен разграничить рабочее и личное на работе или по рабочим вопросам, у вас там есть переписка, он строго как бы не мешает свои чувства, о них не говорит в этой переписке, да, потому что она рабочая, она может быть публичной со временем, да, какие-то вопросики, там, начальство может увидеть и всякое такое. А лично он четко ограничит и зовет вас и на следующее свидание, и задает какие-то личные вопросы, узнает вас как личность, как человек, у вас просто развиваются какие-то отношения. Вот это тот вариант, когда это было искренне, да, про любовь. Если у вас зависла история, он периодически намекает о том, что подбадривает какое-то внимание, иногда пишет смс-ки, иногда вы с ним ходите на кофе, строит глазки, но при этом дальше развития никакого нет, миксует и рабочее, и личное, не четко отделяет, а на этой встрече на кофе с вами чуть-чуть про работу что-то затронул, какие-то вопросики задал, вот это контакт для дела. В будущем, чтобы использовать. Для тех, кто едет в Турции в отпуск, в туристическую какую-то зону, это тот же пример, сейчас приведу к простому менталитету, то же самое, но на уровне туристов. Когда вы заходите в туристическую лавку, вас угощают бесплатным чаем, лукумом, бакловой, сладостями, сувениры дарят, брелки какие-то, наклейки и всякую фигню прочую, которая по сути стоит денег. Но гостеприимство вам дают вот это попробовать бесплатно. Бери, пробуй. Когда ты взял и попробовал, это делается для того, чтобы на тебя надавить потом, чтобы у тебя осталось чувство, что я попробовал, воспользовался, и ощущение остается, ну как бы... Это простой торговый ход на самом деле. Если вы берете книжки, читаете про бизнес и торговлю, простой ход, известно, это не только турки используют, у них это в менталитете история. Но в книжках про это, психологических, про бизнес, тоже пишут, если что. Но я думаю, что, честно говоря, исследования проводили, то анализировали, из их менталитета взято как бы как термин для продаж. Но зацепить покупателя вот этим чувством долга, обязанности, хорошим к тебе расположением, и тебе это нафиг, например, не надо, но вы замечаете, как они искусно прибалтывают купить то, что тебе не надо. На самом деле, что сделать? Втюхать этот товар. Что сделать? На самом деле, произвести манипуляцию. Когда ты... Что такое манипуляция? Когда человек без лишних, скажем, прямых слов так обставляет ситуацию, события, что вы делаете то, что вам не хочется. Взять товар или приобрести товар, который вам не хочется, он вам не нужен. Но из чувства, эмоция долга, ответственности какой-то там или стыда, вы этот процесс делаете. Вы выходите обвешанные сувенирами нафиг ненужными из магазина, потратив кучу денег, потом такая, блин, а зачем я все это вообще покупала? Я попала под какое-то воздействие. Меня развели. Не развели, на самом деле. Вы всегда можете контролировать ситуацию, да? И это ваш выбор, покупать что-то или нет. Я как туристов предостерегу. Если вы не планируете ничего здесь покупать, пожалуйста, изначально не берите этот лукум, не берите это угощение. Вежливо, но настойчиво откажитесь от него. Он вам будет еще раз предлагать, а вы настойчиво, упорно отказываетесь. Тогда этот продавец понимает и чувствует. По его менталитету он считывает, а она ничего не купит, поэтому не берет этот лукум. Вот смотрите, в Турции принято базар, и турки сами ходят, все пробуют, едят. Есть такое, да, условное, можно сходить на базар и наесться сразу, да, ничего дома не готовить, потому что тебя там всем угостят, все дадут попробовать. Ну, это приманочка такая, да. Но считается дурным тоном среди турок, не про туристов сейчас, некрасивым, если ты взял что-то попробовать, например, там фрукт какой-то, тебе отрезали кусочек дыни, и потом у него это не купить. Как правильно в этот момент турок отказывается? Он протягивает дыню, угощаетесь. Ну, детям это отдельная история, детям вообще все можно, это без вопросов. И ты говоришь, спасибо, я не голоден, или спасибо, не нужно, или 100% действует, или у меня диета, или я на режиме каком-то питания, или у меня аллергия. Они тогда не предлагают, типа, все, невозможно, ясак, короче, да. Запрещенная тема, можно не предлагать. Но когда ты говоришь, нет, спасибо, не нужно. И если не реагируют, они всегда обычно давят. Можете сказать, а я уже дыню купил, вот у меня уже в пакете есть. Тогда реакция продавца, знаете, какая будет? Ладно, окей, все равно угощайте, если прям могу сказать, мне так говорили. Я уже вам отрезал, пожалуйста, ешьте. Тогда вы можете взять, вы ничем не обязаны. А я вообще-то купил, ничего покупать вас не планирую. И он уже решает, он тогда скорее скажет, ну окей, ладно, уберет этот кусочек дыни. Или скажет, я уже отрезал, все равно угощайтесь, пожалуйста, типа, я из каких-то добрых побуждений. Поверьте, это работает. И ты потом, придя через неделю на этот базар, пойдешь к этому продавцу, скорее всего, потому что у тебя эмоции осталось. Это манипуляция, это крючочек, это торговля. Так это работает. Но здесь в менталитете местные, если они не хотят брать, или они знают, что они здесь не купят, чтобы не быть должным и обязанным, вот это чувство, чтобы тебя эмоционально за крючок не подцепить, они отказывают сразу. С улыбкой, с вежливостью турецкой, но настойчиво. Нет, нет, нет. Но если тебя очень долго уговаривают, ну возьмите вы этот кусочек лугума, турок как бы возьмет и тысячу раз скажет спасибо. Спасибо вам огромное, вы так вежливые, там тра-та-та-та, хорошего вам дня, хорошей торговли, еще что-то и уходит. То есть, если ты взял и не покупаешь, ну прям вообще не отстает у тебя продавец, то, пожалуйста, хотя бы за этот кусочек отблагодари, скажи спасибо за то, что тебя угостили. А не просто взял, я просто как вижу туристов у нас в Стамбуле как минимум, они считают, что это норма всем дают, взяли, пришли, поели, простите, пожирали всего-всего и ушли. И продавцы такие, как бы, ну окей, но так не принято. Я понимаю, что туристы не могут знать каких-то норм поведения, но сейчас можете сказать, вот они на нас деньги делают, нас используют, и то, что мы поели этот лукум там или еще что-то, от них ничего не убудет, они больше нас накрутятся. Блин, покажите мне страну, где над туристами, скажем так, не зарабатывают на туристах, я вас умоляю. Сколько я по жизни путешествовала, во всех странах все это везде то же самое, на самом деле. Вот честно скажу, никаким образом не выгораживаю. Да, я считаю, что три шкуры дерут и так далее торгаши в туристических зонах, и самой мне это не нравится, и турки сами никогда в туристической зоне ничего не покупают, не знают, что это все в разы дешевле, и в других каких-то местах просто знают, где это купить можно. Ну, блин, это так везде, это бизнес, это так работает, к сожалению. Так же и в Италию вы поедете, так же вам, как туристу в Италии, это мороженое джелата будет дороже, чем местные знающие, когда они пойдут в кафешку за углом, где повкуснее и получше, и подешевле. Вам так же будут там кричать и говорить, какая вы красивая, сеньорита, прекрасная, и так же давать там мороженое в подарок или еще что-то такое. То же самое, ну, это с моих, да, ощущений, как я это вижу, что я как бы, мой опыт личный, нет никакой особо, честно говоря, в этом разницы. Поэтому я не люблю, например, в магазинах или в торговле турецкой, когда-то что-то навязывают, я не люблю быть обязанной должной, если я что-то покупаю, что-то знаю, чего я хочу. Поэтому я стараюсь отказываться вот так вежливо и настойчиво. Если уж совсем предлагают, заставляют, бери-бери-бери, я такая, окей, спасибо, большое, очень приятно. И я могу похвалить вот это, то, что мне дали, сказать, это очень вкусно, это потрясающе, большое вам спасибо. Вообще никаких ощущений не остается, типа, пожалуйста, то есть им самим приятно, если ты поблагодарил, все, у него гешталь закрыт, у турка тогда. Клиент довольный, даже если еще не купил, ему приятно. Его поблагодарили за то, что он это сделал. Все, вот так этот small talk заканчивается. Но, скажу честно, очень часто я ведусь на это. Вот, например, какой-нибудь фырын, паста, например, бейкери, да, пекарня, вот. Часто они печеньки всякие, семитики, ну, короче, любая выпечка, вот эта огромная семья и все прочее в туристических зонах, они очень часто вообще ставят тарелочку, где-то все попробовать в миксе можно. Или прям на стой, возьмите, попробуйте. Очень часто с прилавка просто берут, ребенку моему дают что-то, бери и ешь, то есть это денег стоит. Я все говорю, давайте я заплачу. Нет, вы что, это ребенок, кушай, пожалуйста, если надо еще добавки спроси, и в таком роде. Очень часто чем угощают, они угощают лучшим. И ты пробуешь, и это действительно вкусно. И очень часто я на этом веду себя в итоге покупаю, потому что они стараются предложить, конечно же, лучше какой-то продукт, не фигню, чтобы тебя заинтересовало, чтобы ты совершил покупку. Поэтому не всегда удается устоять. Вот такой сегодня у нас ликбез получился про дружеские и экономические бизнес-отношения с турками. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Это элемент их воспитания и менталитета. Для них это нормально. Они знают, как себя в этом плане вести здесь, как отказывать, как соглашаться. Они точно так же, если про бизнес приглашают и в Турцию по бизнесу коллег и так далее, как-то могут про себя даже откровенные вещи рассказывать. Ой, подружка типа такая по работе нашлась у вас, которая вам рассказывает, как у нее отношения с парнем, о чем они там говорят, что-то такое рассказывать, да. Но это не говорит о том, что она ваша подружка. Это может быть вот этот small talk для работы, чтобы использовать эту связь. Все, что если про настоящую другу по общению, это всегда четко потом разделится. Как бы работа, но она будет вам такая подружка или друг предлагать больше общения вне работы. Вот я про что. Вот такое у нас видео сегодня получилось. Пишите ваши истории или примеры. Очень интересно будет почитать. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе, что у нас здесь происходит. Новости официальные из Турции, переведенные на русский язык. И моя почта, если вы хотите прислать для разбора истории от анонима на канал, разбор видео, пишите. Или записаться на индивидуальную консультацию ко мне как к психологу. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok